так всем привет хотела показать у меня такой мини эксперимент варю домашнюю морилку сейчас проблемы вообще у нас в городе вообще в принципе водную морилку достачивать очень тяжело ее практически нет а если есть то она просто ну какая-то космическая по цене вот сухая морилка у меня уже так запасы тоже подходят потихонечку концу и я решила сварить домашнюю морилку тем более вот у меня осталась луковая шелуха после праздника да и значит вот я ее включила она у меня очень очень долго парилась вот парится прям вот уже видно сколько вот выкипела да и я добавила полторы столовые ложки соды соду водите очень аккуратно потому что она прям шапкой берется прям вот по граммульке капайте и перемешивайте 2 ложкой желательно ибо это все прям очень сильно пенится и не дай бог плюхнуть все это разом одним махом в кастрюлю и так вот сейчас посмотрю какой у меня цвет получился то есть сейчас я уже вижу у меня вот на ложке остается прямо такой густой налет значит цвет уже такой хватается вот какой цвет получается сейчас не знаю буду ли я но я еще конечно буду его вываривать немного чтобы цвет был по насыщенней концентрат такой получился вот в принципе уже такой достаточно такой видный насыщенный цвет получается вот здесь у меня он такой же впитался такой натуральный цвет лозы желтоватым оттенком получается посмотрим сейчас вот пока еще и и по вывариваю потом это все конечно нужно шелуху достать процедить и если вам концентрация цвета не нравится то еще выпаривать чтобы оно было по насыщеннее главное это все дело хорошо морилочку потом процедить вот это получается домашняя вареная морилка такая вот и так вот для сравнения смотрите нижняя трубочка у меня окрашена просто в луковой шелухе то есть до того момента как я вот добавляла соду и немного выпаривала ее то есть я вот сварила яйца яйца были уже такого достаточно насыщенного красного цвета получается и темно-коричневого вот без добавления соды вот цвет получается и вот такой вот цвет у меня получается когда я вот добавила соду и немного поварила то есть сода она вот все таки дает вот этот вот концентрированный такой насыщенный результат до концентрата с нее получается или она выедает как-то из растения или наоборот просто помогает цвету лучше закрепиться на бумаге ну не знаю что именно но в общем работает вот такой вот цвет но просто вот сравните здесь вот он такой слабо 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 какой-то кофейный ближе к бежевому цвету и вот уже такой более насыщенный так ну что сейчас буду проверять концентрацию цвета опять то есть достаточно мне или недостаточно вообще смотрите сами сколько вам вываривать сколько варить я лично все на глаз какого-то определенного рецепта нет просто вот добавьте соды и смотрите какой оттенок вам нужен хотите ярче выпаривайте как только нормально выключайте остужайте процеживайте но тоже морилке есть такое свойство очень интересное когда она в горячем виде окрас получается более концентрированным чем если тем же самым раствором красить в холодном виде трубочки вот почему-то работает это так так вот цвет у меня получается ну в принципе не знаю сейчас посмотрю еще буду дальше варить не буду сейчас вот промежуточный результат такой вот и так вот сейчас я уже все выключила но немного постояла ну конечно вот это вот все процедится то что вы час на трубочки осела но в принципе цвет мне вот такой вот устраивает он такой какой-то знаете получился цвет соломы высохла уже та вот сторона которая до этого пробовала он прям такой соломка соломка желтоватая прям приятный цвет получился в общем эксперимент я считаю удачным сейчас я это все процежу через сначала через обычное сито потом через марлю чтобы не было вот этих вот мелких ошметков при покраске хотя в принципе если это будет вот на всех трубочках мне кажется даже будет интересно при плетении такой а ля абшарпе как сейчас говорят так готовую марилку когда вот я ее процежу все приготовлю когда она полностью остынет я бы рекомендовала хранить в холодильнике так как все таки это домашняя самоваренная то есть здесь нет никаких добавок не знаю возможно каких-нибудь защищающих там от плесени или от различных ну которые могут присутствовать скажем так в магазинных до покупных марилках лучше всего хранить в холодильнике то есть вот я сколько получится объем у меня я это все перелив в бутылочку и в холодильник на хранение вот надеюсь вам понравится такой рецепт пользуйтесь удовольствием всем пока пока пока